Подобно свету, вдруг воссеивающему по снятию лежащего на нем покрова. А по изгнании тьмы совесть при непрерывно продолжающемся истинном трезвении снова показывает то, что было забыто или что скрывалось, не будучи сознаваемо. В то же время она посредством трезвения же научает невидимому состязанию с врагами, ведомому умом и войне в мыслях, научает, как метать копья в этом единоборстве, как искусно бросать во врагов стрелы помышлений благих, не допуская, чтобы их стрелы поражали ум, подобно стреле, устремляя его укрываться у Христа, всего вместо пагубной тьмы желанного света. Кто вкусил этого света, тот понимает, о чем я говорю. Вкушение этого света голодом более томит душу, которое им питается, но никогда не насыщается, и чем более его вкушает, тем более алчит. Этот свет, влекущий к себе ум, как солнце очи, свет, неизъяснимый сам в себе, соделывающийся, однако же, истолковываемым, только не словом, а опытом, того, кто приемлет воздействие его, или, точнее сказать, кто уязвляется им, заповедует мне молчать, хотя ум все еще хотел бы наслаждаться, беседуя о том, о чем идет теперь речь. Мир имейте и святость со всеми, без которых никто не увидит Господа, ради стяжания любви и чистоты, ибо они-то и суть мир и святыня. Гневом же надо вооружаться против одних демонов, мысленно вражествующих против нас и ярящихся. Но послушай, как должно вести каждочасно действующую в нас брань, и поступай так, с трезвением сочетовая молитву, и будет трезвение усиливать молитву, а молитва трезвения, трезвение непрестанно назирая за всем внутри, замечает, как враги покушаются войти туда и заграждая им по силе своей вход, призывает в то же время на помощь Господа Иисуса Христа, чтобы Он прогнал этих лукавых воителей. При этом внимание заграждает вход посредством противоречия, а призываемый Иисус прогоняет демонов с мечтаниями их. С крайним напряжением внимания блюди свой ум. Как только заметишь фражей помысл, тотчас воспротиворечь ему, но вместе с тем спеши призвать Христа Господа на отмщение. Слочайший же Иисус, когда ты еще будешь говорить, скажет, вот с тобою я, чтобы подать тебе заступление. Но ты, после того, как по молитве твоей все эти враги усмирены будут, опять продолжай усердно внимать уму. Вот снова волны помыслов, множайшие прежних, одни за другими устремляются на тебя, так что от них будто уже погружается душа, как в пучины, и готова погибнуть. Но и Иисус, опять возбуждаемый учеником, как Бог, запрещает злым ветром помыслов, и они утихают. Ты же, улучив свободу от вражеских нападений на час или минуту, прославь спасшего тебя и углубись в помышления о смерти. Со всяким сердечным вниманием, в чувстве душевном, будем совершать путь свой. Внимание и молитва, будучи на всякий день сочитываемы вместе, совершают нечто подобное огненной или иной колесницы, подъемлено высоту небесную того, кто им причастен. И что я говорю? У того, кто установился в трезвении или старается установиться в нем, чистое сердце соделывается мысленным небом, своим солнцем, луною и звездами, и бывает вместилищем невместимого Бога по таинственному видению и восхождению, восторжению ума. У кого есть любовь к божественной добродетели, пусть старается во всякое мгновение произносить имя Господа и со всем усердием слова, слова производить в дела. Кто с некоторым насилием удерживает пять своих чувств, которыми обычно повреждается душа, тот всячески соделывает для ума легчайшим и сердечный подвиг и брань. Итак, ухитряйся предотвращать все внешние, вредные для души прирожения и впечатления, а с рождающимися от них внутри помыслами борись богодарованными средствами, духовным руководясь искусством, трудом бдения и обуздывай позовы к чувственным удовольствиям, будь воздержанным в ясти и питье, и довольно истончи тело свое, чтобы заблаговременно соделать для себя легкую брань сердечную. Этим всем себе будешь благодетельствовать, себе, а не другому. По мышлениям о смерти мучь душу свою и памятью о Христе Иисусе собирай расточенный ум свой, особенно ночью, когда ум обычно бывает более чист и светел, ясно созертая Бога и все божественное. Не будем отрицать все от трудов телесного подвижничества, ибо как из земли пшеница, так от них произрастает духовная радость и опытность в добре. Не будем ложными умствованиями отклонять требования совести, потому что она внушает нам спасительное и деятельное и всегда изрекает, в чем долг наш и к чему мы обязаны, особенно когда бывает очищаемо живым, деятельным и тонким трезвением ума. В этом случае она по причине чистоты своей обычно износит ясный суд о всем встречающемся. Суд достодолжный и решительный, исключающий всякое колебание. Ради всего этого не должно сбиваться с пути ложными умствованиями, ибо она внутри возвещает нам жизнь, угодную Богу, и строго обличая душу, если она осквернила смысл грехами, показывает способ исправления при грешении, внушая сердцу падшему покаяться и указывая ему врачевство со сладостным убеждением. Дым, выходящий из дров, тяжел бывает для очей, но потом показывает им свет и услаждает тех, кому прежде причинял неприятность. И внимание, держа непрестанно в напряжении умные очи, утомляет и тяготит голову. Но Иисус, призываемый в молитве, решедший просвещает сердце. Память о нем вместе с осиянием внутреннего нашего доставляет и высочайшее из благ, то есть самого Господа. 30. Враг навыкше возмущать ум наш желает склонять нас и к тому, чтобы мы вместе с ним питались перстью, и, быв созданы по образу Божию, ходили на чреве. Но Бог сказал, «Вражду положу между тобою и тем». По этой причине надлежит нам всегда воздыхать к Богу. Допыть через то могли мы каждый день проводить, не быву извленно разженными стрелами дьявола. «Покрой его», — говорит у псалмопевца Бог, «ибо он познал имя мое». Еще, близ боящихся его спасения его. Блаженный апостол, избранный сосуд, говорящий во Христе, имея многую опытность во внутренней в нас происходящей невидимой мысленной брани, сказал в послании к Ефесянам, «Наша брани против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мероправителей, против правителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Апостол Петр та же говорит, «Трезвитесь и бодрствуете, потому что супостат наш дьявол, как лев рыкающий ходит, ища кого поглотить, противостаньте ему твердую верою». Сам Господь наш Иисус Христос, беседуя о разности расположений, с какими слушаются слова Евангелия, сказал. Потом же приходит дьявол и исчищает слово из сердца. Каковую кражу совершает он, наводя злое забвение, чтобы неверовавшие не спаслись. И опять апостол Павел говорит, «Соуслаждая закону Божию по внутреннему человеку, вижу же иной закон в членах моих, противящийся закону ума моего и пленяющий меня». Все это сказали они, научая нас и давая нам знать сокрытое от нас. Разум, когда потеряет самоукорение и смирение, обычно кичится, помышляя, что он стоит выше многих, желая стяжать сознание своей немощи. Будем мудрствовать так, как мудрствовал тот, кто сказал, «Братья, я не помышляю себя достигшим, но забывая заднее, простираясь вперед, с усердием стараюсь к почести Вышнего звания во Христе». И опять, «Я не так бегу, как на неизвестное, но подвязаюсь не так, чтобы бить воздух, но смиряй и порабощай тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным». Видишь ли, каково смирение и каково вместе с тем стремление к добродетели. Видишь ли, каково смирение святого Павла, такого и таликого мужа. Но послушай, что еще говорит он? «Христос, говорит, пришел в мир грешников, спасти из которых я первый». «Да и можно ли не смириться нам, имея такую худость естества? Ибо что хуже персти? И о Боге памятовать нам должно, потому что для того мы и сотворены, и к подвигам воздержания приучать себя надлежит нам, чтобы легче было тищи вслед Господа нашего. Невозможно тому, кто предается злым помыслам, быть чистым от грехов по внешнему человеку, тем, которые не искореняют из сердца злых помыслов, невозможно не обнаруживать их в соответственных злых делах. Причина того, что иной блудно смотрит, заключается в том, что прежде внутреннее око соблудило и омрачилось. Также причина желания слышать срамное заключается в охотном слушании душевными ушами всего, что скверные демоны нашептывают внутри, в пагубу нам. Должны мы очищать себя в Господе внутри и вовне. Каждый из нас должен хранить свои чувства и каждодневно очищать себя от страстных воздействий и прегрешений. Как прежде, в дни неразумия нашего, когда вращались мы в мире в суете ума, всем умом и всеми чувствами работали мы прелести греховной, так теперь, приложившись на жизнь по Богу, надлежит нам всем умом и всеми чувствами работать Богу живому и истинному, Божией правде и воле. Наперед бывает прилог, прирожение, действие, когда брошенная вещь ударяет в то, на что брошено. Потом сочетание, содвоение, внимание сковано предметом, так что только и есть, что душа да предмет, прирозившийся и занявший. Далее, сосложение, предмет, прирозившийся и внимание, занявший, возбудил желание, и душа согласилась на то, сложилась. Зосим, пленение, предмет взял в плен душу, вожелавшую его и как рабу, связанную, ведет к делу. Наконец, страсть, болезнь души, частым повторением, удовлетворением одного и того же желания и привычкою к делам, коими оно удовлетворяется, в качество вовшееся в душе, ставшее чертой характера. Вот поприще для одержания победы, происходящее в нас брани, так определяется и святыми отцами. И прилог, говорят, есть голый помысл, или образ какой-либо вещи, только что родившейся в сердце, и представившейся уму. Сочетание есть собеседование с представившимся предметом или образом, страстное или бесстрастное. Сосложение есть склонение души к зримому окам ума предмету со усложжением. Пленение есть насильственное и невольное отведение сердца в плен, удержание в нем и слияние, будто в одну жизнь с предметом пленившим, от коего слияния исчезает доброе наше состояние, теряется покой. Страсть же, вообще, говорят, внедряется в душе долговременным пристрастием к предмету какому-либо. Из всех этих действий и состояний, первое безгрешно, второе не совсем, третье по состоянию подвязающегося, может быть, по мере подвига и противоборства. Брань же бывает причиной или венцов, когда кто устоит, или мучений, когда падет. Пленение иначе бывает во время молитвы, иначе не во время молитвы. Страсть, несомненно, подлежит или равносильному, противовесному покаянию, или будущей муки. Кто противостоит или бесстрастно относится к первому, то есть к прилогу, тот за один раз отсекает все сравное. Такова брань злых демонов против монахов и немонахов, в коей бывает и побеждение, и победа, как мы сказали. Побеждающих ожидают венцы, а падающих и не кающихся – муки. Будем же подвязаться против них мысленно, чтобы злых советов их не осуществлять в видимых греховных делах. Возревнуем обрести внутрь себя самих небесное царствие, отсекая от сердца всякий грех. Посредством такого прекрасного делания «Сохраним мы чистоту сердца и непрестанное перед Богом сокрушение». Многие из монахов не знают прелести ума, которые претерпевает он от демонов. Они прилежат к тому, чтобы быть исправными в делах, не заботясь об уме, и проводят жизнь в простоте и без хитростности. Думая, что, не вкусившись сердечной чистоты, они совсем не знают тьмы внутренних страстей. Те, которые не знают брани, о которой говорит святой Павел, не окачествовались, может быть, опытны и добром, и только делом совершаемые грехи почитают падениями, не беря в счет мысленных побеждений и побед, которых не видит чувственное око, потому что они сокровенны и ведомы только единому подвигоположнику Богу и совести подвязающегося. К таковым, кажется, сказано следующее слово Писания. Говорят, мир мир, и нет мира. А тех братьях, которые от простоты находятся в таком состоянии, молиться надо и научать их сколько можно, чтобы удалялись не от видимых только худых дел, но и от того зла, которое действует в сердце. У тех же, которые имеют божественное желание очистить душевное око, собственно, зрительность души, иное есть сделание Христова и иное таинство. Много поистине добродетелей совмещает в себе углубленная память о смерти. Она есть родительница плача, руководительница ко всестороннему воздержанию, напоминательница о гиенне, матерь молитвы и слез, страж сердца, источник самоуглубления и рассудительности, которых чадо, сугубый страх Божий и очищение сердца от страстных помыслов, объемлют много владычных заповедей. В таком сердце взвится тогда борение и подвиг, выдерживаемое с крайним трудом. И об этом-то вся забота у многих из борцов Христовых. Нечаянное какое приключение или напасть расстраивает обычно мысленное внимание и исторгший ум из спасительного благонастроения с погашением и желанием лучшего увлекает его грешным любопрением и распрям. Причиной уже такого для нас пагубного бедствия бывает то, что не имеем никакого попечения об искушениях, поминутно готовых напасть на нас, не знать с какой стороны. 40. Не расстроит и не опечалит нас никакая из повсечасно готовых встретить нас при скорбности, коль скоро, сознав неизбежность того, будем всегда держать то в мысли. Почему божественный апостол Павел и говорит, говорит «благоволю в немощах, в досаждениях, в нуждах». Еще. «Все, хотящие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Тому слава во веки веков. Аминь». Страница 421, третий том «Добротолюбие». «Илия, Пресвитер и Экдик». «Все Илия, Пресвитер, называемый та же и Экдиком, есть ли Илия критский истолкователь богословских слов святого Григория Богослова или другой какой, неизвестно. Но судя по предлежащим главам, видно, что он был муж в высшей степени мудрой и внешней мудростью, особенно нашей и духовною. И слово его выразительно и сильно, хоть инди темновато. Почему не думаем, что будет преувеличено назвать настоящее цветособрание, как названы главы мудрого Илии, неким садом духовным, преисполненным не с цветных только злаков, но и плодовых дерев, и не стыдимся пригласить всей рай ищущих духовных утешений, в полной уверенности, что все их духовные чувства и зрения, и обоняние, и вкус найдут здесь богатое удовлетворение». Краткое спредисловие греческого добротолюбия. Название главы Илии Пресвитера «Анфологион» светословия или светособрания наводит на мысль, что они были составлены при чтении святых отцов, мысли которых, усвояя себе старец Божий и желая сохранить для себя, записывал, выражая их иногда отеческим словом, а иногда своим, отчего читающие их могли видеть в них отражение то одного, то другого из отцов, или даже и приписывать их кому-либо из них, как это и случилось на Западе. Так в Ватиканском кодексе творения святого Максима они приписаны этому отцу, и недавний издатель творений святых отцов Минь поместил их в числе творений святого Максима после его 700 глав умозрительных и деятельных. Том 110. Думаем, что собирателям греческого добротолюбия удобно будет узнать комотности главы сии и следуем им, признавая эти главы произведением некого Ильи Пресвитера. Света собрания Излюбомудрствованная Ильею Малейшим Пресвитером и Экдиком Христианину, право верующему в Бога, не следует беззаботно предавать себе спечности, но всегда ожидать искушения и быть готовым встретить его, чтобы, когда придет, не изумляться и не смущаться, но благодарно претерпевать тяготу скорби, содержа в мысли, что во псалмопении говорит с пророком «Искуси меня, Господи, испытай меня» и то, что в другом псалме «Пророк не сказал наказание Твое извратить меня, но исправить меня в конец» Псалом 17, 36. Начало добра – страх Божий, а конец – любовь к Богу. Начало всякого блага разум деятельный и делание осмысленное. Почему ни делание без разума ни благо, ни разум без дела не успешен, ни прогрессивен? Делание тела есть пост и бдение, а делание уст – псалмопение. На молитва лучше псалмопение, и молчание драгоценнее слова. Рук делание есть то, что ими безропотно делается, а ног – то, что ими по первому мановению исполняется. Делание души есть воздержание с простотою, и простота воздержно действующая. А ума – молитва в созерцании, и в молитве созерцание Бога предводительствует всеми добродетелями милость и истина, у коих порождение есть смирение, и из нее происходящая по святым отцам рассудительность, без которой ни одна из сказанных добродетелей не может увидеть или достигнуть конца своего. Делание, презирающее иго разума, оказывается подобно юнице, бесполезно блуждающим там и сям, и разум, сбрасывающий честный хитон делания, неблагообразно видится, хотя всячески ухитряется казаться таким. Мужественная душа, подобно жене, держащая два горящих светильника, деятельный и созерцательный, всю жизнь делает свое должное. Противное всему бывает с душой и изнеженной удовольствиями. Недостаточно для души к совершенному освобождению от греха произвольное злострадание, если, кроме того, она не будет переплавлена и в раскаленной песчине произвольного. Душа, если для совершенного очищения от греха не пройдет, подобно мечу, сквозь огонь и воду, то есть сквозь произвольные и непроизвольные труды и тяготы, не может оставаться неуязвленной при встрече неприятных случайностей. Как для искушений произвольных три бывают главных причины – здоровье, богатство и слава, так и для непроизвольных искушений тоже три причины – потери, болезни и клеветы. Бывает же все это иным на созидание, а другим на разорение. 11. Истина добродетельная имеет добро внутренне сажденным. У тщеславного же оно только в мыслях. Зло же ревнитель добродетели имеет на поверхности, а самоугодливый сластолюбец в глубине сердца нечасто и ненамеренно бывает не в добром чине тот, кто ненавидит зло. С тем же, кто еще лелеет причины зла, случается это часто и самоохотно. Которые не имеют расположения приносить покаяние, те чаще и грешат, а которые не по расположению грешат, тем удобоисполниме и покаяние, по которому, к тому же, редко и потребность бывает. Чувство и совесть досшествуют произносимому слову, что у божественному слову, рекшему, что буду посреди их, не стыдно было по причине продерзости или бесчинности того, что говорится или делается. Кто душу свою не делает неправую делами, о том нельзя еще утверждать, чтобы он хранил ее неоскверненные словами, и о том, кто хранит ее чистые от слов, нельзя еще утверждать, чтобы он не осквернял ее помыслами, ибо согрешающий трояка это делает, то есть делом, словом и помышлением. Не можешь ты добре видеть лих добродетелей, пока с усложжением еще представляешь вид греха. Этот последний тогда покажется тебе ненавистным, когда вас желаешь вкусить первый, и лицо свое отчуждишь от такой образины. Помыслами, а не делами, сначала борют душу демоны. Но главное, конечно, у них в виду дело. Дела. Дел, причина, слух и зрение, а помыслов, привычка и демоны. Трояка грешительная часть души обнаруживается в делах, словах и помышлениях. А благо негрешения шестерояка, ибо для него надо блюсти неподательными пять чувств, неподательными, и произносимое слово. Если кто в слове не согрешает, тот муж совершенный, сильный обуздать и все тело, говорит святой Яков. Это же можно приложить и к пяти чувствам. На шесть доль делится бессловесная часть души. На пять чувств и говорящее слово, которое, когда бесстрастно, отрезляет все другие части, нераздельно разделяясь по ним, а когда оно страстно, оскверляет собой все их. Двадцать. Ни тело не может очиститься без поста и бдения, ни душа без милости и истины, а также ни ум без созерцания и собеседования с Богом, то есть без молитвы. В ряду этих двоих сия последняя есть самая значительная. Вращаясь в кругу сказанных добродетелей, душа делает недосязаемым для стрел искушений свое хранилище, которое есть терпение. Терпением вашим спасайте души ваши, говорит Господь. Если же она в ином находится положении, то подобно городу, не огражденному стенами, и еще при издале слышном треске и шуме, бывает сильно потрясаемо ударами страха. Не все разумные в слове, разумные в духовных деланиях, но все разумные в духовном разумны и во внешнем. Ибо это внешнее тело, чувство, положение, хотя всех держит на оброке, со всех берет подать. Не все, однако, одинаковое платят ему оброки, иные же и совсем отказываются от этого. Разумность по природе неразделимая, делится, однако, на разные доли, ибо одному дается больше, а другому меньше ее доли. Пока деятельный добродетель множесть и разрастает с помощью родовых добродетелей, исполнит по каждой из них все возможное добро. Ибо так бывает всегда, что, соответственно, недостаточности деятельной жизни и разумности получается меньшая мера. 25. Благоразумно молчание сотрапезники суть время и мера. Трапезу же его составляет истина. В силу, кое отец лжи, пришедший к душе, страница от всего устранившейся, не находит в ней ничего из того, что обычно ищет. Истина, милость, и вне тот, кто произвольно раздает излишнее, но кто охотно уступает необходимое посетителям. Одни вещественным богатством стяжевает невещественное через постоянство в милостыне подаяния, а другие невещественным отчуждается от вещественного, тем, что пребывает в чувстве или вкушении неоскудивающего блага. Всякому приятно богату быть благами, но прискорбно, если тому, кто по Божьему устроению получил богатство, не попускается подолжен наслаждаться им. Не оскорбляйся на того, кто против твоей воли хирургисал, оперировал тебя, то есть обречением вывел наружу кроющиеся в тебе зло, но, взирая на выброшенную нечистоту, себя окоевай, а Бога, бывшего причиной такого о тебе устроения, благословляй. Не падай духом, взирая на трудности душевной болезни своей, но употребляй действительнейшие против нее врачевства притрудных подвигов. Удаляй себя от нее, если искренне имеешь попечение о здравии души своей. Чем больше чувствуешь душевные болезни свои, тем более будь благодарен тому, кто указал тебе их своими обличениями, ибо через это он стал виновником для тебя совершенного очищения, без коего ум не может войти в чистую область молитвы. Когда обличает или молчать надо электрон кротко защищать себя, если обличение клеветливо, не для того, чтобы поставить на своем, а чтобы поправить ошибку обличителя, соблазнившегося может быть по неведению и дело. Как высокомудрый не знает своих недостатков, так смиренно мудрый своих добрых качеств, ибо у того скрывается все неведение себя укорное, а у этого Бога угодное. Укор возбуждает энергию в душе, а похвала расслабляет ее и делает ленивую на добро. Опора богатства золота, а добродетели смиренно мудрее. И как тот, у кого золото не спорится, беден бывает, хотя во сне не кажется таким.